Всем привет! Меня зовут Алена, я очень рада видеть вас на своем канале. У нас с вами сегодня такое разговорное видео. Вы сейчас видите перед собой все, что имело отношение к моим апрельским стартам. Будем подводить сегодня итоги, вспомним еще разочек сами процессы, вспомним, поговорим о журналах, ну такие, знаете, вот общие впечатления. Вас я тоже приглашаю в комментариях писать, знаете, что запомнилось больше всего. Мне очень нравится подводить вот какие-то итоги спустя, ну не спустя годы, конечно, да, это слишком, наверное, много, но спустя какое-то время. То есть немножко все равно эмоции улеглись, что-то подзабылось, да, несмотря на то, что вот буквально там месяц назад я начинала, все равно какие-то, знаете, там незначительные вещи, не знаю, там неловкости, что-то там не понравилось или наоборот вроде какая-то приятная штучка была, но такая мелочь, она забывается и остается только действительно вот то, что врезалось в память, такое окончательное уже впечатление, поэтому вот именно с такой точки зрения и о процессах обо всех поговорим, и о журналах, да, и я всегда с большим удовольствием читаю ваши комментарии. Мне было очень приятно читать, что вы отметили и техники разные, которые я решилась в этот раз попробовать. И я так рада, что столько нашлось любителей смотреть со мной, листать вот эти журналы, потому что мне немножко так казалось, что как-то, ну, наверное, может быть скучно, кто там это досматривает, эти хвостики, кому кроме меня нужны эти уже пыльные древние такие журнальщики, там некоторые из них рассыпаются уже буквально, ну, это не из тех, что мы с вами видели, но у меня есть такие экземпляры, и я очень-очень рада, что, знаете, столько единомышленников нашла, а кого-то даже и, ну, можно, подсадила какое-то такое негативное слово, да, но вдохновила, может быть, соблазнила, да, открыла вот такой новый мир стареньких вот этих схем. Они действительно имеют свое потрясающее очарование. Так вот, мы с вами поговорим сегодня обо всем об этом. Потом, поскольку уж видео разговорное, я решила вот сюда тоже включить такой небольшой вопрос для обсуждения. Я вам расскажу, как я планирую, как я планирую провести это лето, да, в варшивальном плане, что у меня там будет, какие будут изменения относительно игры, потому что летом я не смогу играть вот в том режиме, да, как это происходит вот во время учебной, да, в рабочее такое, пока мы дома. И в конце, конечно же, конечно, мы вернемся к моей усадьбе. Уже целый месяц не открывали, да, эту шкатулочку, коробочку с наклейками. Посмотрим, что мне там удастся сделать, потому что крестиков... Ну, вот вы знаете, кстати, о крестиках. Давайте с этого и начнем обсуждение, да, вот в целом об итогах. Конечно же, апрельские старты, они... Мне кажется, они всегда... У меня, по-моему, не было ни одного года, чтобы апрельские старты, это был какой-то такой по крестикам потрясающий результат. Нет, в крестиках я очень прилично проиграла своему, скажем так, обычному вышивальному ритму, но не в этом же дело, правда? Как я могла пересчитать стишки? Как можно было пересчитать вот эти ленты из роз и какие-то еще там незначительные моменты? То есть, по сути, кроме двух процессов, которые у меня были просто в крестиках и посаде, я точно знаю результат. Все остальное, что я себе там для статистики учла, это такое от балды. Вот так вот называется. Ну, примерно прикинула, где-то что-то посчитала, да, какую-то сумму написала. Хотя, конечно же, усилий там было затрачено больше, чем у меня выражено в крестиках. Вот. Ну, как уже сказала, не в этом, собственно, дело. Кто там, кто, кроме меня, их считает, и даже я их считаю исключительно ради удовольствия, ради такого вот... Такое подсчитывать вышитые крестики. Так вот, у меня в целом получилось почти 6 тысяч. За 5 вот этих процессов, там, 5,780 что-то там, да, считайте, вот за 5 работ 6 тысяч крестиков. Ну, ничего. Мне хватит. Самое главное, что у меня появились в арсенале в моем, да, новые техники. Я попробовала. Я вам скажу, что мне понравилось все. То есть, смотрите, из новенького у меня был хардангер, у меня были ленты. Это вот то, что прям полноценной техникой можно назвать, да. Была вот такая интересная малышечка, вроде бы с обычными стежками, но тем не менее, да, пришлось там тоже потрудиться. Знаете, какой самое главное? Во-первых, мне все понравилось. То есть, да, я обязательно когда-нибудь буду продолжать вышивать хардангер. Да, я с большим удовольствием что-то где-то вышью лентами. Да, меня ничуть теперь не пугают какие-то не крестиковые стежки. И самое главное, что я поняла, что, в принципе, все возможно. Все возможно, нужно пробовать, если хочется. Может не получиться, может получится. Ну, в общем, да, теперь не страшно. Не скажу, что было прям настолько страшно-страшно, что тряслись прям руки, но тем не менее. Да, крестик, конечно, по сравнению со всем этим, думаешь, о, я такое вышивала. Я теперь вообще одной левой практически со всем справлюсь. Вот. Ну, давайте теперь немножко по очереди про каждый процесс. Прямо буквально больше о моих впечатлениях, да. Все мои апрельские старты. Если вдруг вы что-то пропустили, где-то там, не знаю, затерялись или хотите еще раз пересмотреть, у меня есть отдельный плейлист, у меня по каждому году, по-моему, по каждому, да, начиная с 19-го года, я старалась сохранять отдельные плейлисты именно на апрельские старты, поэтому если хотите там что-то вспомнить, как оно было, или эти работы хотите пересмотреть еще разок, пожалуйста. Вот. Все возможно, там все подробно есть. Поэтому сейчас, сейчас давайте именно вот про ощущения, что мне вспоминается. Да, давайте немножко вот так освободим сцену и по одному процессу теперь будем смотреть. Значит, вот это цветочек Хардангер. Это, конечно же, пико. Так, можно, наверное, даже ближе. Давайте вот так. Знаете, если мне сейчас скажут, вот возьми и повтори все, что у тебя здесь сделано, да легко. Кроме пико. То есть я готова. Ну, собственно, у меня тут из нового, наверное, был голубиный глаз, да, и была вот эта вот мельница посередине. Сейчас я куда-то... Ускакали ножнички. Ну, давайте тем, что есть. Вот этот голубиный глаз, вот этот элемент. Легко повторяется. Мне даже в схему смотреть не нужно. Мельницу я тоже повторю. Но вот эти крошечные пико. Вы помните, сколько я с ними боролась, поворола, в конце концов. Но, знаете, все равно я... Ну, наверное, оно вот как-то так до конца и не легло в памяти, потому что я говорю, вот сейчас не вспомню. То есть если мне нужно будет сесть и в каком-то дизайне опять я с ними столкнулась, я опять буду заново... Ну, не получилось, не получилось пока еще заучить настолько, чтобы я могла сказать, все, я владела этим стежком. Тем не менее, сам факт того, что однажды у меня уже получилось, он, конечно, вселяет у меня уверенность, что еще, не знаю, пару десятков таких стежочков в какой-то другой работе, и, возможно, тогда уже навык закрепится. Ну, вот этот момент, конечно, ярко очень запомнился в работе, ну, а в остальном все просто прекрасно. Мне очень нравится, как получилось. Замечательная работа, воздушная. И пару слов про оформление. Вот огромное спасибо за подсказку. Помните, я все думала, как бы так его оформить, чтобы без задней стенки, то есть чтобы сделать именно... Работу можно было вот так вот на просвет видеть. И мне подсказали. Я не знала о наличии, о существовании вообще таких штучек, что есть рамы для гербария. Можно, конечно, туда положить все, что угодно, но изначально это было сделано, придумано именно для гербариев, то есть между двух стекол кладется веточки, цветочки, палочки, что у вас там есть, зажимаются между двумя стеклышками, и эти стекла вставляются в раму. Вот как раз то, что я и пыталась вам описать, какие-то свои мысли, придумки, чтобы широкое основание, чтобы она стояла, не заваливалась. Вот, такие рамочки, оказывается, существуют. Я уже там себе насохраняла некоторые варианты. Буду заказывать, буду пробовать. Единственное, конечно, я не знаю, как насчет стекла, потому что я как-то предполагала все-таки без стекла это оформлять. То есть как эта вышивка будет выглядеть под стеклом? Нет, ну хардангер, наверное, оформляют под стекло, хотя мне почему-то эта техника вот именно, знаете, в таком более каком-то прикладном оформлении видится, да. Не знаю, вот, но в любом случае буду пробовать, буду примерять, нужно будет разобраться с размерами, потому что большинство таких рамочек мне пока попадалось, столько квадратных, но я уверена, нужно просто поискать. Поискать, посмотреть, примерить, то есть как вариант вообще отлично. Ну и вот для вас тоже вдруг вы не знали, я не знала о существовании такой штучки, это на будущее очень может быть где-то когда-то пригодится. Это что касается моего цветочка. Дальше, кто у меня был следующим номером? Следующие у меня были васильки, которые у нас совсем не васильки, да. Мне кажется, я озвучивала это вам непосредственно в видео. Так, вот давайте рядышком превью. Васильки это был просто перевод, да, как мне переводчик перевел в интернете, то я вам и сказала. Но, Таня, спасибо. Теперь я могу рассказать вам все, как оно есть на свете. Таня отыскала, что на самом деле есть такие цветочки. Они называются Хаустония, Хьюстония. Ну, в общем, ботаники, которые дружат с латинским языком, они, наверное, знают, как это все правильно читается и пишется. В общем, есть, правда, такие цветочки. У них вот название Блуэтс распространены, они в Северной Америке. И, может быть, потому что их нет у нас, они как-то вот на русском не имеют названия, да, и переводчик мне и не предложил. Может быть, оно очень специфическое. Вот я говорю именно прямо ученым-ботаникам, да, нераспространенное что-то такое. Не знаю. Но одним словом, это не Васильки. Действительно, есть такие цветочки, которые называются Блуэтс Хаустония. Хьюстония, неважно как, на фотографии посмотрите, они и правда очень похожи. То есть, да, это не дизайнер ошибся, это не такое не дизайнерское видео Васильков. Это именно вот эти самые цветочки. Повозиться, конечно, пришлось очень много ввиду крошечного размера и достаточно сложных вот этих самых цветочков. То есть, сами стежки несложные. Достаточно сложное их количество и размер. Вот. Ну и все остальное тоже очень-очень интересное. Вот простыми стежками, да, достигается такой эффект и пуговка. Я очень рада, что она тут к месту пришлась. Мне прям нравится. Мне очень-очень нравится, как это получилось. Ну, будет ждать, да, малышка будет ждать оформления и встанет на полочку рядом вот с моим пуговичным букетиком. Хотела сказать, намучившись, но я же не мучилась. Нет. А как это сказать-то? Ну, в общем, навышивавшись такого всего интересного, да, и пику о малявочке тоже крутить. И здесь было не так уж, чтобы просто я решила, что мне нужно отдохнуть. И в качестве отдыха что же может быть лучше, чем? Любимая основа, Линда, ровные крестики, потрясающие, легкая, при этом замечательная, нескучная схема. Это ангел. Вот этот великолепный ангел от Лори Бирмингем. Одно сплошное удовольствие. Прекрасная отдыхалочка. Петь оды можно бесконечно. Крестики ровные. Вышивается все достаточно большими цветовыми участками. Про схему уже сказала. Она прекрасная. Французские узелки накрутила. Ну, прелесть. Просто что еще можно про такие работы рассказывать? Ничего, кроме того, что вот прям садись, бери и вышивай. Это самая большая из всех моих работ. Тут около пяти или чуть больше, или чуть меньше, не помню, тысяч крестиков. Конечно же, я понимала, что это финишем не будет, да. Про предыдущие две я как-то так не акцентировала, но я думаю, что было понятно, что это две работы полностью финишировали. Это, конечно, у меня только-только началось. Ну, хотя, почему только-только? 31%. 31% работы у меня готов. И осталось до финиша еще 3805,5 крестиков. То есть немало. Но получится потом прекрасная, прекрасная такая интерьерная куколка. Я отдохнула, передохнула. И решила, что пора заняться следующим интересным таким, интересной техникой, новой для меня, да. И в этот раз я занялась лентами. Вышивка лентами, вот это было совсем-совсем впервые. То есть если, как я уже упоминала, хардангер, где-то как-то немножко в каком-то исполнении у меня встречались там, ну, элементы, да, элементы, приемы, так чуть-чуть я была уже с этой техникой знакома, то лента, это был вот просто новый мир. Наверное, да, самое такое вот волнительное из всего, что меня, из всех пяти процессов, потому что было по описанию все легко, все просто, но всегда немножко присутствует какой-то вот трепет такой, а вдруг не получится, а вдруг не так. Тем более, знаете, когда вы вышиваете крестик или вообще любой счетный стежок, результат достаточно предсказуем. Ну, потому что у тебя есть схема, у тебя вот из точки А в точку Б идет нитка, даже если она в процессе каким-то лихим образом закручивается, но все равно это предсказуемо. А как у тебя ляжет лента? Нет, наверное, просто у тех, кто много вышивает, у тех, у кого большой опыт, у них и ленты ложатся предсказуемо, и они могут все вот эти изгибы, завитки, я не знаю, что еще предсказать, но мне, например, я каждую розу вышивала, я думала, а что получится, а что получится, а как оно будет, ну, потому что я не контролирую, я могу направить, а как вот она там, как эти будут стежки ложиться, как они вот в итоге будут выглядеть, это совершенно как-то для меня вот такое было, знаете, с замиранием сердца ждешь, как подарок разворачиваешь, какой-то неизвестный, да, ты до конца пытаешься угадать там то или не то, но до конца не знаешь, так и здесь. Вроде бы понятно, но я все равно, вот пока не сделан последний стежок, прям так, немножко с замиранием дыхания, вот, и с некой такой, а вдруг не получится, а вдруг не получится, но нет, все получилось, и я в восторге. Ленты шикарны, букетик шикарный, видите, я его до сих пор так и оставила вот в этой раме, хочу я по-прежнему, хочу, мне кажется, хотя бы попробовать стоит подумать, как организовать вот эти вот острые грани, но пока я только об этом думаю, у меня нет вообще идей, поэтому он живет в этой рамочке, до тех пор, пока она мне куда-то срочно не понадобится, он так и будет жить, я даже думаю, прямо так будет стоять на полочке, но почему нет, будут у меня такие вот, у меня пока мало, ну, мало, у меня одна только, да, вот пуговки вам уже много раз показывала, вот они стоят, у меня единственный такой есть вот маленький декоративный элемент, который можно использовать для украшения, теперь есть еще те самые васильки, и вот этот букетик, да, ну, пусть они стоят все вместе, это все цветочки, да, немножко разные, да, может быть, это не совсем прямо идеальная композиция с точки зрения того, что они в разном стиле сделаны, особенно вот ленты, да, не совсем туда, не совсем, не совсем, может быть, подходят, но с другой стороны, я буду любоваться на труды, на плоды своих трудов, да, уж потом, когда у меня будет много-много всего такого, разного интересного, можно будет какие-то композиции из подходящих друг другу дизайнов создавать, вот, ну, а пока, пока буду любоваться тем, что есть, ну, шикарная, шикарная работа, знаете, как ребенок радуюсь, получилось, я прям довольна, довольна, да не могу, и очень нравится вот этот момент, что все-таки решила сделать такую неяркую рамку, мне кажется, вот оптимально, ну, себя вроде как бы хвалить не очень, но мне кажется, получилось, вот действительно все угадалось, и с цветами, с лентами, да, с оттенками, и совсем, ну, получилось, все получилось, и напомню, что здесь же у меня использовались остатки, чему я отдельно, несказанно рада, хоть где-то, хоть что-то, я смогла использовать, да, это шерстяные нитки Риолис, остатки от наборов, и видите, даже не только у моих, но у подружки, она мне еще когда, я говорю, мне только там три цвета, зелененьких, нет, вот это возьми, и вот это, и вот это, у меня тоже лежат эти запасы, она говорит, ну, куда я это дену, а выкинуть в руку, они поднимаются, так что, да, расхламлялись с пользой, и последняя работа, на которой я уже, ну, я понимала, что не особо много времени ей получится уделить, поскольку это был мой дачный, дачный заезд, первый, ну, мы уже об этом с вами говорили, да, на цветочке моем тоже полюбовались, все здорово, вот такой вот мышоночек, один из троих, здесь все легко, приятно, понятно, да, хорошо получилось, он действительно забавно, я думаю, что и оставшиеся две игрушки, также легко, приятно вышьются, я оформлю, будет замечательная серия, три вот таких мышат, новогодних на елке, прекрасно, мне абсолютно нечего здесь, наверное, особенного такого сказать, белфест, хорошие ровные крестики, бэкстич, все обводим, там, по классике, по старинной классике такой, вот, так что этой работой тоже очень довольна, да, и, конечно же, это не финиш, 28% готово, и 2400 крестиков, с небольшим там хвостиком, у меня, хвостиком, у меня еще до финиша, вот такая красота, это если подводить итоги по работам, не знаю, вернуть их что ли, сейчас все в кадр, наверное, ну так, хотя бы, хотя бы чуть-чуть, так что действительно, я довольна очень при очень, даже, знаете, я даже думала, сейчас скажу вам, что у меня самое любимое, не получится, не получится у меня сказать, что-то, что-то любимое больше, что-то любимое меньше, потому что, ну правда, вот получилось, все, все идеально, я же тоже немножко, такой, знаете, ну это не то, чтобы кот в мешке совсем, я же видела, что я собираюсь вышивать, но поскольку все такое, особенно вот эти три работы, да, неясно, непонятно, получится, не получится, я довольна, я честно, очень-очень довольна тем, как прошли мои апрельские старты, я фаворита выбрать не могу, но если вы вдруг можете, то пишите, вот, если бы, если было бы необходимо выбрать из пяти работ, я прям, я не знаю, ох, я не знаю, конечно, я выбирала вот из этой тройки, но потому что необычно, крестики все-таки, это привычно, да, хотя обе работы замечательные, потрясающие, классные, но если выбрать одну, не могу, не могу, не получается, потому что думаешь, выбрать и это, а вот в другой было и это, а в третий то, а как же от этого, ну не то, чтобы отказаться, да, ну как-то, ну в общем не могу, я не могу разорваться, в общем, вот эта тройка, это действительно, мои фавориты, вот, это то, что касается работ, ну а теперь давайте, мы пробежимся с вами, даже нет, мы не будем с вами пробегаться по журналам, мы сейчас с вами, знаете, что сделаем, я не открывала эти журналы, вот с момент, то есть каждый, да, с момента того, как делала вам листалки, то есть листала, разбирала, все сняла, закрыла, все, журнал я больше не смотрела, поэтому сейчас, вот, будет интересно, знаете, из серии, что осталось, и что в памяти, да, что запомнилось, потому что, помимо, ох, большого количества, бумажных журналов, которые у меня есть, я еще частенько хожу, смотреть сканы, которые вот старенькие встречаются в интернете, просто ради удовольствия, я даже, я не выбираю себе на будущее какие-то там схемы, старты или что-то, мне, не знаю, так, взгрустнется, или даже не взгрустнется, хочется так, что-нибудь посмотреть, идешь, найдешь какие-нибудь вот пару журналов, которые не видел, и сижу, просто перелистываю, то есть количество схем и журналов, мною пересмотренных, оно, я не знаю, уже за несколько сотен, наверное, перевалило, я правда, очень люблю так отдыхать, и, и остается вот самое-самое, да, знаете, вот, чтобы, что из этих пяти мне вспомнилось и запомнилось так, что, ну, вот, практически прям щас, бери и делай, знаете, наверное, что, это, это будет касаться вот этого журнала, он у нас первый, да, по-моему, с вами был первый и самый большой, и я просто, у меня вот не покидает эта мысль о, вот они, о свитерах, и где-то еще, где мы с вами еще видели рекламу, по-моему, вот здесь, от Stony Creek, в конце, нет, это было в конце какого-то журнала, вот они, вот, то есть, не эти, конечно, конкретно дизайны, но вот этот сам принцип того, что можно попробовать вышить на свитере готовом, он меня, вот, я не знаю, будоражит, я уже ходила, смотрела, ну, в интернете, да, что какие варианты есть, там, кофточек, свитерочков, но что-то посохраняла в закладке, хотя, вот, когда нужно найти однотонный, самый такой простой вязкий свитер, ты его еще, в общем, не найдешь, я помню, как я пришла к маме, говорю, мам, свяжи мне черную шапку, она мне так посмотрела, у нас тут, нет магазина, чтобы просто, я говорю, ты представляешь, нет, я не могу найти просто черную шапку, ну, какие угодно, со стразами, с перьями, с помпонами, вот, все, что угодно, но, либо мужские варианты, либо вот с какими-то украшательствами, я хотела, он-то был там несколько лет назад, мне тогда нужна была просто черная шапка, ну, и здесь так же, когда начинаешь, хочешь найти вот что-то такое, вот, самое-самое простое, обязательно, в общем, находишь все, что угодно, кроме того, что нужно, но мысль эта меня не отпускает, у меня, конечно, нет пока даже варианта и предположения схемы, то есть, я не готовлю какой-то конкретный проект, но вот эта мысль о вышивке на свитере, она меня как-то прям, меня вышивка надежды так не трогает, я иногда, когда вижу где-нибудь там, ВКонтакте или где-то, да, работы выкладывают, особенно на джинсовках, сзади вот эти расшиты, потрясающе смотрятся, я каждый раз говорю, да, ой, молодец, шикарное, самой девать, не трогает вот нас, ну, вроде бы да, вроде бы можно было, но не так вот, что прям, знаете, горело желанием, а вот свитер, да, что у меня так запал в душу, не знаю, прям, прям не могу, потому что я уже видела эти свитера, то они периодически попадались, да, в старые рекламки, но почему-то именно в этот раз. И второй момент, этот получается тоже, собственно, да, вот из этого журнала, это реклама Терен Традишнс, ну, во-первых, тут вообще было много вот этих, да, сэмплеров интересных, но особенно, где, вот, ну, вообще компания Терен Традишнс, и в частности, вот этот вот сэмплер, но у них много, много всего интересного, вот тоже, знаете, прям ходит, бродит мысль, вокруг, прям, прям вот, вот хоть бери и начинай, очень. Это то, что вот сейчас так вспоминается, не листая, конечно же, пролистав, там можно наверняка будет вспомнить, ой, вот это нравилось, ой, вот это тоже классно, а вот это точно здорово, но, но я пока не научилась отращивать руки, дополнительные, и глаза, кстати, я знаете, о чем подумала, что все тут говорят, ой, мне бы еще там столько-то рук, а глаза-то, глаз-то двух не хватит, даже если мы вдруг превратимся в осьминожек, надо же за каждой парой следить, хотя бы одним глазом, не сработать при этом косоглазие, да, но в общем, вот это то, что мне запомнилось, прямо врезалось в память, так, конечно же, да, было очень интересно, все эти журналы листать, по времени, конечно, затратно, ой, я честно, я не знаю, подпишусь ли я когда-нибудь на еще что-то подобное, я не думала, что именно по части съемки, это будет, знаете, такой, ох, ну прям, ну достаточно, в общем, это такое мероприятие оказалось непростое, но я рада, я очень рада, что я все-таки выполнила, да, свое вот это желание, очень рада, что-то много единомышленниц нашла, прям, это, это прекрасно и приятно очень, да, и то, что я вам обещала, считаем проекты, мы с вами считали 14 заявленных проектов здесь, и в принципе, да, ну ладно, вот тут как бы из сэмплера надергали, посчитали за разные процессы, но уж, уж ладно, остальное это в принципе все соответствовало заявленному, да, и мы говорили с вами вот про журнал от Лиже Артс, которого нам тут обещает 28, проектов, ох, ну давайте считать, я обещала, давайте посчитаем, как у них это происходит, так, вот этой схемы потом не будет, ну в смысле, превью, да, фотографии, поэтому начинаем считать здесь, там 28, раз, помните, два, три, четыре, пять, шесть, это все нужно считать отдельно, так, шесть, да, семь, восемь, девять, десять, тут пока все хорошо, вопросов нет, дальше, одиннадцать, да, 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 как и тут, вот вынесли это, мы тоже должны посчитать, одиннадцать, несмотря на то, что вот, можно тогда вот отдельно все посчитать, и фразу посчитать, и гуся посчитать, но, одиннадцать, двенадцать, наш ангел, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, я считала так, я не знаю, как вот это посчитать, по одной букве, вот как, я посчитала вот эти, допустим, так, сколько было, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, ну хорошо, допустим, шесть разных салфеточек, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, тоже я, конечно, как бы считала бы за одно, но, допустим, двадцать шесть, все, и вот я не знаю, а нужно двадцать восемь, то есть, я уже пересчитала все, что было, у меня потом возникло, как бы мысли, может быть, они вот это посчитали, да, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, но схем-то как бы нет, во всех остальных вот этих мелочах там схемы есть, да, вот здесь, ну все-таки схемы есть, как-то в гусях даже, не в гусях, да, а вот в этой вот части, ну есть же как бы схема, от этой работы-то есть схемы, пусть это кусочек, пусть это как-то там вот, но к этим вообще схема, нет. И не предвидится в этом номере. Вот я насчитала 26. Может, я где-то что-то, конечно, и пропустила, но я уже и так и это квертела. Я не знаю, что еще и где и как можно посчитать. И тут все отдельно посчитала. Я же не могу посчитать отдельную ленточку и отдельную розочку вот эту. Даже если я посчитаю плюс 1, но все равно это 27. Где еще? Где день один? Где остальные процессы? Ну, в общем, это, конечно, понятно, что все как бы такая ерунда, но просто когда видишь такие большие числа 55, 155, в общем, куча всего, но оно иногда получается как-то вот так получается. Но обещание сдержала. Видите, в этот раз не забыла, и мы с вами все посчитали. У меня теперь хобби будет, наверное, очередное в каждом журнале, в котором будет заявлено. Видите, тут вот... А, нет, это страница, хотел сказать, тоже посчитали. Не считайте, вот, да, вы производите журнал, но не надо пересчитывать. Вдруг это... Ну, в смысле, не надо фиксировать какое-то число. Вдруг потом кто-нибудь вот пересчитает и не сойдется. И что тогда? Вот. Ну, ладно, это, конечно, такие... Такие, в общем, моменты. Так, получается, что все, да, процессы мы с вами поговорили, а журналы в среднем... Не в среднем, да, в общем, что? Ну, про журнал вот этот я вам рассказывала, и у меня есть номера, где вообще ничего. Вот, совершенно здесь два. Тоже написала, в принципе, я согласна с комментарием, что, да, два, считайте, проекта, или даже если мы же посчитать отдельно, четыре дизайна, которые... С учетом цветов, помните, да, вот этот букет? Ну, недавно буквально с вами смотрели, который я бы еще отсюда вышла. Вот этот шикарный, вообще восторг просто вызывает. В принципе, как бы можно поставить журналу зачет. Хорошо. Но с учетом того, что я смотрела еще другие номера, и там есть где, ну, вообще ничего и никак, то, наверное, конечно, это такой, ну, самый проигрывающий для меня журнал. Наверное, что называется, на втором с конца вот этот журнал Needle Words, он тоже, ну, все-таки отличается. Вот он по... Хотя здесь, видите, рекламы очень много интересного было. Он отличается немножко тоже по схемам, по содержанию. Не только этот номер, но и он вообще сам по себе, да, вот тот журнал тоже немножко... В нем поменьше, в нем как-то... Ну, может, годы издания, да, сказываются, может, это дело исключительно вкусом. Вот, поэтому вот эти два я бы так немножечко оставила в стороне, чуть-чуть лично для себя. А вот эти три журнала, они, конечно, попадают в топ, они попадают в топ прям все втроем вместе, потому что, понятное дело, у каждого из этих журналов может быть номер, из которого я скажу, ах, вышиваю все прям, вот все от и до, а в каком-то, я скажу, ну, что-то прям там едва-едва, один-два процесса. Это понятно, да, это абсолютно как бы дело вкуса, и каждый раз так не угадаешь, но в общем и целом, да, вот журналы Кростич Сэмплер, Фазелавов Кростич и Кростич Нидолворк, они, конечно, прям, прям топ, да. Я согласна вот эти три добавить к журналу Кростич Н Кантри Крафт, и прям, вы знаете, когда-нибудь, через много-много лет, когда я закончу свой проект по тем журналам, и мы с вами все оттуда перевышиваем, если живо будем, можно будет, в общем, переключиться на это, там, штук по 5-10 у меня каждого из журналов наберется, поэтому, да, можно будет вышивать, а вспомните, сколько вот здесь, например, было рекламы, а я же вышиваю и из рекламы тоже, если что-то такое интересно попадается, так что у нас с вами планов на долгую-долгую и счастливую вышивальную рукодельную жизнь. Все, на этом вроде бы все, да, журналы обсудили, процессы обсудили, давайте двигаться дальше, давайте что-нибудь для красоты тут добавим, парочку, ну, можно три финиша, да, у меня получается, что две работы, давайте вот так, она будет оформлена посерединке, две работы у меня переходят в конверт с финишами и две работы в начатые процессы, в игру автоматом они не попадают, мы играем по правилам, соблюдаем правила, да, если там попадется задание, чтобы они начали играть, да, то, конечно же, я с большим удовольствием добавлю их, если нет, то будут ждать смиренно в конвертике с начатыми процессами в своей очереди, так, ну, пусть будет как-то так, собственно, давайте теперь поговорим, прежде чем мы окунемся в мир наклейок, да, оставим тех, кто будет слушать только про вышивку, давайте все сначала для них, а уже потом любителей, в общем, моей такой виртуальной усадьбы мы с вами попозже поиграем, так вот, пара слов, ну, или чуть больше про то, как, скорее всего, пройдет лето, понятное дело, что до него еще целый месяц, и там, как всегда, может что-то в последний момент измениться, но тем не менее, просто у нас с вами видео такое разговорное получается, и вот сюда как раз можно этот момент как бы добавить, чтобы на него не отвлекаться уже потом в моих игровых, вот стандартных таких раундах, так вот, напомню, игра, в которую я играю сейчас, она состоит, каждый раунд состоит из пяти заданий, плюс мой бонус в виде водолея, четыре задания мне дает подруга, на пятое задание я кручу рулетку с макси процессами, и шестым номером программы у меня идет водолей, что же изменится, то есть до конца мая совершенно точно играю ровно так, а скорее всего в начале июня тоже, что изменится летом, ну, летом скорее всего также по традиции мы поедем к сестре, но там все просто, я с собой возьму что-нибудь, я решу вот прямо по факту, один-два процесса, и буду там на месте это вышивать, без какой-либо игры, без каких-либо видео, я вам уже говорила, там это просто неудобно, да, вы увидите, не знаю, мои сборы, мой отъезд туда, и потом итогом, что я оттуда привезу, да, это уже такой каждый год у нас происходит, вы это видели и знаете, разговор сейчас именно об игре, то есть все остальное время это я буду играть, на лето у меня никаких марафонов не предвидится, ничего такого особенного, будет именно игра, я уж по ней очень соскучилась, но сейчас на момент видео, я на момент съемки этого видео, да, я наконец-то к ней приступила и вновь играю, так что да-да-да, следующее видео, но уже мы вернемся к такому привычному формату, вот, поэтому конечно же я не хотела на лето это все прерывать, а вопрос, да, почему вообще стоит вопрос в том, чтобы игру прервать, просто потому, что мы с большой долей вероятности на неопределенные какие-то, на неопределенный срок будем выезжать на дачу, как это вообще связано с вышивкой, причем тут моя дача, почему я говорю вам, рассказываю про вышивку, все время приплетаю дачу, да, элементарно, потому что у меня нет возможности переехать туда вот прям со всем своим вышивальным добром, я не могу взять с собой стол, станок, большие рамы, вот все-все-все, что у меня относится к вышивке и продолжать там играть в таком же режиме, как я играю дома, это просто невозможно, ну вот ввиду жилищных вопросов, ввиду того, как там обустроен быт, поэтому, но бросать игру, я тоже не хочу, потому что это весело, это здорово, мне это очень нравится, нравится подружке, нравится зрителям, поэтому мы выберем такой немножко сокращенный вариант игры, в чем он будет сокращен, во-первых, у меня, конечно же, не будет бонусного задания, да, то есть шестое задание, оно отпадет, но я хочу сразу, те, кто уже успел расстроиться, и как же так, водолей, он только-только вернулся, опять его забрасывать, нет, для водолея будет секретное место, и мы об этом тоже поговорим, дальше, остается пять заданий, и пятое задание также трансформируется, макси рулетку я на летнее время откладываю, да, эти большие процессы, они будут вот заморожены неким образом, просто потому, что я не могу их с собой возить, никак, даже если я где-то заранее дома покручу рулетку, и выберу процесс, который у меня будет участвовать в качестве пятого задания, я все равно не могу его с собой вести, у меня нет рамы, у меня нет станка, мне это неудобно, поэтому на время эти процессы тоже ставятся на паузу, но и о них я не забуду, кто успел расстроиться в этот раз, не расстраивайтесь, с ними все будет хорошо, и в итоге у нас остаются задания от подруги, по моим текущим, скажем так, играмым процессам, давайте я даже, знаете, что сейчас я достану свой конвертик, то есть у меня будут пять заданий, просто потому, что я люблю, вы знаете, чтобы было все красиво, пять это симпатичнее, чем четыре, в моем понимании, поэтому будет пять заданий, задания будут от подруги, но только по тем процессам, которые мне удобно будет возить с собой, так, как бы вам это, как бы вам это сейчас показать, давайте все-таки на примере посмотрим, я тут немножко сначала так, пауза у меня образовалась, потому что из текущих работ, ну наверняка уже кое-что выйдет в качестве финиша, и далее-то они просто уже не доиграют, но просто сам принцип, да, чтобы вы поняли, я оставлю в игре те процессы, которые у меня легко перевозятся с места на место, все банально и просто, да, бисер, большая работа на раме, я не повезу, наволочка небольшая играет, домик, кстати, про домик мы сейчас с вами поговорим, но не сейчас, когда будем дальше заниматься моей виртуальной, домик маленький остается, маленькая остается, это тоже не так, чтобы маленькая, но на льне это легко вышивать на небольших пальцах и на кресельном станке остается, вот смотрите, овечки совершенно точно нет, большая работа, она у меня сейчас на снапах, там жесткая, аида, нет, это вышивать как бы так в дорожном варианте условно неудобно, это несмотря на то, что работа очень большая, но так как лен мягкий, ее элементарно вышивать на маленьком станке и на небольших пальцах, поэтому остается, 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 ну вот вы знаете, да, у меня тут есть уже вероятные близкие финиши, поэтому по сути из нынешних всех процессов у меня вы, вы, вы будут, ну в общем, не будут участвовать в летнем варианте игры висер и овечки, ну что ж, им просто придется подождать, все остальное подходит под определение работы, которое я могу легко взять с собой, потому что я не хочу узнать заранее, да, вы знаете, я поеду, я когда уеду, я не буду знать, я на три дня поехала, или на неделю, или на две недели, и как вообще вот это все будет происходить, непонятно, поэтому я действительно буду возить с собой все, но это все я вот уменьшу до того размера, который мне возить будет удобно, я соберу вот сколько там здесь будет, конвертов, да, с этими процессами, с нитками, совсем-совсем, пяльцы возьму какие-то универсальные, возможно, одни, да, или парочку, которые у меня будут и туда, и туда подходить, и с этими процессами буду спокойно перемещаться между домом, между дачей, и где-то вот по пять заданий точно так же у меня будут видео выходить, они, конечно, у меня и так выходят нестабильно, и с летними всеми этими поездками, разъездными, возможно, у меня эта нестабильность как бы еще больше увеличится, но тем не менее, где бы я ни была и сколько бы я ни вышивала, видео буду выпускать именно по пять заданий, мне кажется, это самый такой удобный, оптимальный вариант, вот, так что с играющими процессами разобрать в течение всего лета будет так, пока не начнется учебное время, пока не начнется вот уже стабильное как бы присутствие здесь дома в квартире, дальше, что же делать тем, кто расстроился по поводу водолея, радоваться, радоваться тому, что водолею будет отведено внимание целое лето, на протяжении всего лета, в те дни, когда я буду оказываться дома, я буду вышивать водолея, повезло так, чтобы, ну или не повезло, да, тут как сказать, на день я приехала, день вышиваю, на три дня приехала, три дня вышиваю, ну на неделю, это вряд ли, чтобы мы настолько приезжали, но тем не менее, да, приехала, буду вышивать, и я постараюсь сделать за целое лето одно такое видео, ну конечно, каждый раз, навряд ли там нужно будет какие-то делать досъемки, подсъемки, но вот как-то так это все зафиксировать, то есть, в тот момент, когда я буду приезжать домой, у меня будет болеть голова о том, чтобы все это смонтировать, все какие-то кусочки, вообще не запутаться, разобраться, выпустить, загрузить, запланировать все это, ну то есть, такая, знаете, работа, которая связана именно с технической стороной, вот, ведения канала, съемок и всего-всего, и заниматься еще и выбором процесса, и думать, чтобы мне повышевать, я просто прекрасно понимаю, что на это время не хватать не будет абсолютно, плюс там никто не, не, как это, никто у меня не, не забирает, да, обязанности по стирке и домашним каким-то хлопотом, да, это все, конечно, тоже придется быстренько, так, в пересменке между дачными заездами проворачивать, поэтому у меня все лето на станке будет стоять водолей, есть время, села, повышевала, закончила, встала, пошла там делами заниматься, приехала, уехала, водолей все так же стоит, и я его до протяжения всего лета буду вышивать, посмотрим, какой будет результат. Это что касается водолея, теперь давайте будем радоваться вместе с теми, кто переживает за Макси-процесс, за рулетку. У меня есть идея, в конце лета, может быть, в начале осени, ну, то есть, вот плюс-минус, да, где-то в это время, то есть, перед тем, как возвращаться к стандартной такой игре, устроить неделю, 10 дней, 2 недели, как пойдет марафон именно по рулетке, то есть, вот, несколько раз подряд, не знаю, сейчас подумала, а может быть, как раз 5 и сделать, да, если мне нравится видео по 5 выпускать, пусть это будет вот марафон Макси-процессов, 5 раз я буду крутить рулетку и 5 работ, ну, или там, как уж она выпадет, да, я повышиваю, может быть, так, то есть, без отвлечения на какие-то другие задания, будет именно вот марафон по Макси-рулетке. Ну, да, кстати, 5, мне кажется, вообще оптимально, с учетом того, что я не так уж и помалу вышиваю, наверное, недельки, две, да, ну, дней 10, две недели, так оно, так и так уйдет. Ну, вот, скорее всего, вот так, да, то есть, игра будет в несколько таком измененном, сокращенном виде по небольшим и средним работам, в конце лета запускаем марафон для Макси-процессов и в течение всего лета, понемножку, понемногу, где-то по чуть-чуть вышивается вдали и тоже посмотрим потом на итоговый результат. Вот такие идеи у меня есть по поводу летних планов. Если вам есть что сказать, что добавить, или у вас какая-то есть там другая идея, то, пожалуйста, я буду рада. Ну, а я сейчас убираю всю эту красоту и достаю вторую, не менее красивую, да, третью уже, получается, часть, к третьей части нашего видео сегодня переходим. Мои наклеечки, ежедневники, одним словом, давайте играть в мою усадьбу. Ну что ж, давайте приступать. Давно уже всем этим не занималась, не играла, тоже, конечно же, хочется. Итак, я подготовила, как обычно, в своем блокнотике список своих результатов и достижений за время апрельских стартов. И здесь вы можете увидеть шестой пункт, о котором вроде бы мы не говорили. Это пряничный домик и аж целых 304 крестика, которые я на нем вышла. Дело в том, что у меня была необходимость, там была достаточно длительная на весь день поездка и я знала, что мне нужно будет чем-то свое свободное время занять. Я взяла с собой вот этот процесс на пластике от жарптицы. Вы знаете, я, если честно, вообще не помню. Скорее всего, так, а где я? Я не взяла ручку, да, я все взяла, а ручку не взяла. Скорее всего, я вышивала, наверное, вот эту тросточку зеленые оттенки, может быть, где-то вот тут. Я наверняка смогу сделать, как он называется-то? Ну, как он называется все уже? Калаш. Калаш было-стало, я поищу старые фотографии, чтобы было видно, что я здесь довышивала, но вот просто 304 крестика где-то здесь так вот растворились в работе, разместились, но тем не менее, просто так выкинуть и не учесть я не могла их, поэтому они попали и в этот список тоже, да, ну, может быть, не ахти какое продвижение, но тем не менее, 300 крестиков это 300 крестиков. Где-нибудь они смогут нам помочь. Мне. Так, и давайте вспоминать, собственно, мы в прошлый раз с вами, помните, в прошлый, когда он был-то давным-давно, мы тянули с вами, я вытягивала разные наклейки, что мне тогда попалось и чем я буду заниматься, то есть у нас есть цветы для сада, кухня, собственно, сама кухня чашкой, птички, я их определила в лес, и ракушка. Значит, смотрите, я для каждой подготовила вот здесь свои расчетные таблички, да, там по тысяче на растения, на птичек, места для них, которые нужно в лесу организовать. Я напомню, что у меня есть подробнейшее видео для тех, кому это в новинку, и кому хочется разобраться, что и как я считаю, я ссылку вам оставлю, где посмотреть. Ну, а кому просто весело и забавно, давайте смотреть так, там по ходу разберемся. У меня единственный возникает вопрос, я не знаю, что делать с ракушкой. То есть она определенно у меня будет обитать, что называется, в пруду, но... Но какой материал? Какие крестики туда учитывать? Ну, понятно, что есть, конечно, вариант штрафных, да, и можно будет учесть что угодно. Ну, я не знаю, из какого материала сделаны ракушки. Ракушки-то есть ракушка. Если бы у меня был какой-то морской процесс, где были ракушки, там, понятно, вообще без проблем. Не только без проблем, а еще бы с бонусами получилось, да, навышивать этих ракушек. Но пока, в общем, она у меня такая немножко потерянная, я не знаю, как к ней подступиться, кроме как штрафными крестиками. Но остальное все вроде бы ясно и понятно. Итак, давайте смотреть, что тут я могу. Я не считала прям вот так вот досконально, что куда мне может подойти, но для цветов, птичек мне понадобится, помимо самих материалов, еще и места в саду и в лесу на кухню мне нужно, я все-таки решила сделать 3000. Это большая наклейка, пусть она будет 3000, металл, дерево и керамика, и по 2000 уйдет на каждую кружку, потому что это керамика и напиток. Если бы они были пустыми, они бы стоили 1000 только за крошки, но так как здесь есть напитки, нам сюда еще и напитки с вами придется где-то выискивать. Так, знаете, что смотреть? Давайте смотреть по бонусам, по местам. Мне нужен сад и мне нужен лес. У меня нету ни сада, цветы, цветы, но я не знаю, насколько в васильках можно учесть, что это это поле с васильками или нельзя в сад клумба. Непонятно, да, как-то там не ясно. Цветок-то точно там он вылетает, да? Неизвестно, где ангел, тоже нет. Цветы ленты, там тоже нет никакого сада, там просто корзина с цветами. А мышки... О, ха-ха, у мышки, смотрите, у мышонка у меня был металлический наперсток. Это я еще думала, где бы мне брать металл, если дерево предостаточно, керамика, но это какие-то горшки и чашки кувшина надо искать. У меня пока этого тоже нигде не было. То в мышках есть хотя бы наперсток, написать металл 900 мне останется еще 100. И где я эти 100 буду потом выискивать? Вообще непонятно. А еще мне нравится, что вот тут 1700 и 300 они прям легко, в смысле очень красиво плюсуются на 2000. На 2000 цвет. Смотрите, если мы сейчас возьмем с вами ангела и пряничный домик и без всяких там бонусов, не бонусов, мы просто возьмем чистые 2000 крестиков и учтем их, допустим, в саду, да, мы таким образом получим два места для наших цветов. А потом мы можем взять цветок, допустим, тысячник, конечно, он будет с бонусом, и я учту это как тысячник, то есть получается, ну, бонус будет 1300, но он мне тут не нужен, мне всего нужна тысяча на цветок, поэтому боксим с этим бонусом один цветок на тысячу, а вот второй раз цветы, ленты, как раз 800, если я возьму с бонусом, что у нас, 3 на 8, да, 3 на 8 24, значит, будет 1040, и как раз вот эти вот 800 за счет бонусов я могу сделать 1040, мне хватит на второй цвет, давайте так и сделаем, собственно, собственно, во, я даже попала, я даже с первого раза попала, это судьба, это знак, значит, так и нужно сделать, итак, место в саду, вот давайте, мы берем, что я сказала, ангел, да, ангел, не важно, там это как бы, да, уж дописывать не будем, я вышиваю, беру 1700, там ни бонусов, ничего, у меня 1700, здесь мы нарастающим считаем по 10 тысяч, помните, блок по 10 тысяч, давайте вот здесь напишем, чтобы не забывать, ангел, и дальше идет пряничный домик, пряничный домик, ручка заканчивается, там мне сын, видишь, какая ручка-то, обратили внимание, сын сделал ручку из 3D, вот этой, ручка из 3D ручки, думает, мама, ты же пишешь, пишешь, а мне писать-то негде, я в жизни, кроме списка покупок, списка покупок, не пишу ничего именно, чтобы от руки, ну вот хотя бы вышивки использую, так, пряничный домик, мы берем 300, тут тоже никаких бонусов, и у нас уже 2000 получается, вот, и за 2000 мы можем, как бы, обозначить два места, в нашем саду, так, давайте, чтобы не перепутать, интересно, кроме меня кто-нибудь занимается, такой, такой ерундой, бог там, ну весело же, весело, так, 2000 за место, и теперь цветы, значит, давайте, вот цветок, видите, я какую сделала большую, не потому, что мне на цветок нужно 1000 крестиков, так долго собирать, а потому, что цветов будет наверняка много, я сделаю одну табличку, буду просто отчеркивать, каждую, каждую тысячу, да, мы берем хардангер, хардангер, бог с ним, с бонусом 1000, мне больше и не надо, и остаток 0, все, один цветок готов, мы можем это подчеркнуть, и следующий цветок, мы берем ленты, давайте вот так, ленты, 800, да, я сказала, что учитываем с бонусом, получается 1040, 1040, но этого тоже нам хватает с головой, второй цветок, но это у нас остатки, правильно, нам больше ничего не нужно, это у нас с головой, так, и вот они, да, давайте, вот они прям, прям два, два, двое, два, два цветка лежат сверху, вот я их прямо возьму, вот они, два цветочка, и мы их в два места посадим, раз, два, все, места есть, цветы есть, отлично, это будем наклеивать, кладу отдельно, чтобы не перепутать, цветы зачли, цветы зачли, так, так, ну, смотрите, осталось-то немного, 1300 васильки, и 900, и 900, куда бы это подевать, куда бы это подевать, ну, смотрите, в кухню тут вообще все мим, ну, металл, металл есть, но я вам рассказала, 900 не хочу учитывать, с ракушкой непонятно что, цветы и так уже посадили, давайте, вот смотрите, давайте мы сделаем, во-первых, задел на будущее, васильки, которые 1300, я отдам в лес, опять с первого раза, мне везет, да, васильки, васильки, тут у нас тоже по 10 тысяч, места, чтобы не забывать, берем 1300, накопительное пока, 1300, и таким образом мы можем нарисовать, пока одно, одно место у нас уже есть, мы пока еще свободно, потому что некого заселять, но вот уже будем с вами прицеливаться, да, на следующий как бы этап, главное, чтобы были птички какие-нибудь, для вышивки, так, и мышки, 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 давайте мы мышек, помните, мне же нужно еще, собственно, в моем доме-то, не обрадовалась, что этаж открылся, но мне же надо достраивать стены, в прошлый раз, о, мы водолея с вами 800 сюда засунули, ну, давайте 900 от мышек, по чуть-чуть, понемножку, по 6000 здесь нужно на каждую комнату, это будет небыстрый процесс, да, мышки, они тоже идут без всяких бонусов, какие там могут быть от них, бонусов, 900, правильно, правильно, и 700, что осталось, 4300, правильно, 4300, остается еще для этой комнаты, все, вот мы с вами все и распределили, и получается, что мы будем клеить цветы, значит, смотрите, я для каждой, ну, вот, все, что мы с вами выбрали, я примерно подготовила, свои листочки, ну, уж помните, да, что художник из меня такой себе, от слова худо, но, для своей собственной игры, вполне сойдет, вот, поэтому я здесь подготовила, красота какая, пикаешь, красота, у меня здесь и полочки нарисовались для кухни, и вот он как раз сад, пока не совсем понятно, что тут делать, и как это будет, поэтому я сделала только маленький такой фрагмент, небольшую часть, будем считать, что это газон, да, травка какая-то, потому что не совсем понятно, как их сажать, как их размещать, пока давайте просто вот на неком расстоянии друг от друга, да, и не низко, и не высоко, и как-то, потому что здесь потом еще что-то будет заполняться, пока давайте это будет вот так, сейчас я чем-нибудь тоже это прижму, чтобы не мешало, но, тем не менее, вот смотрите, у меня уже два букетика появятся, так, давай, посмотрите, как потом это все как сбудется, ну, вот все вот эти, как они называются, так они карты желаний, или карты желаний, доски желаний, что там, что там в марафонах сейчас, помню, это модно делать, вот мы сейчас с вами как наклеим всего, как потом, не хочет, как потом усадьба-то, о, а я, не, хотела сказать, у меня же там этот скотный двор, пруд-то ладно, я не против, если у меня появится пруд, лес с птичками и так есть, а вот нажимность, конечно, я пока не рассчитываю, не готова, но, кто знает, слушайте, жизнь длинная, я уже подумала, я тебе говорила, никаких теплиц, никаких теплиц, а я поняла, что маленькую симпатичную тепличку, когда-нибудь, лет через цать, мне очень даже есть, где, где поставить, мне просто не нравится, как они выглядят вообще, в принципе, даже красивые теплицы, мне кажется, что они несколько, ну, не то, чтобы портят вид, но, ладно, у всех, у всех вкусы свои, я не хочу посреди саду и себя наблюдать теплицу, но, я нашла место, где она может появиться, поэтому, кто его знает, лет через пять, я, может быть, вам буду репортажей из огуречного проника вести, ой, вообще, ладно, смех смехом, но какая же красота, слушайте, прям, ну, действительно, в детстве не наигравшись, ну, не было, не было в моем детстве такого, наклейки были, но прям, чтобы в таком изобилии, конечно же, нет, поэтому, поэтому, вот, а для птичек я уже там даже веточку нарисовала, куда я буду их сажать, так что для них тоже все готово, вот, смотрите, какой у нас сегодня хороший улов получился, и наклейки есть, и задел на будущее есть, новенького мы пока ничего вытаскивать не будем, потому что у меня, значит, все, ну, всего еще достаточно, что вышивать, если в теории, допустим, я в какой-то момент запнусь, и пойму, что, ну, вот висит у меня ракушка, я ничем никак не могу ее пока там использовать, она, значит, просто в конвертике будет оставаться, и какие-то новые наклейки мы вновь будем с вами доставать, ну, а пока это все отправляется до следующего раза, ждать результатов, вот, ну, а мы с вами на этом уже, теперь видео точно заканчиваем, обо всем поговорили, во все поиграли, обсудили, пишите, что вам и как нравится, не нравится из моих апрельских стартов, и все, буду рада видеть вас в следующем видео, вернемся к моей вышивальной игре, все, большое вам спасибо за внимание, и пока!